Предстоящий уикенд подарит нам два многострадальных ивента, которые полностью подходят под определение суперфайты. В субботу, 27 ноября, Том Браун представит свой ивент на арене Парк Сиарча, Лас-Вегас, Невада, а вот Эдди Хирн презентует свой ивент на Хулу-Арена, что в Нью-Йорк-Сити. И каждый из этих ивентов заслуживает на внимание, так что хорошо, если в вашем доме два ноутбука, два телевизора или два смартфона. Том Браун в майн-ивент своего вечера бокса представит объединительный поединок между 24-летним чемпионом мира по версии WBC в первом полулегком весе Брэндоном Фигура и обладателем пояса чемпиона мира по версии WBO 27-летним Стивеном Фултоном. Бой обещает быть интересным с точки зрения разницы стилей и ментальности Брэндона и Стивена. Фигура – уверенный в себе боец, который готов смело идти вперед, стараясь посадить на соперники удары с дистанции, но и не боится продолжать атаку на средней и ближней дистанциях, нанося удары из-под разных углов и меняя траектории таковых. При этом Брэндон любит прямолинейных соперников, за которыми не следует гоняться и искать их своим джебом. Для него неважно, насколько стойким является его соперник, главное, чтобы он стоял на месте, желательно спиной на канатах. А там фигура и проглотит удары соперника и сам вдоволь накормит его уже своими ударами. Если говорить о Фултоне, то это классический боец в работе на отходах. Причем в своей осторожности Стивен предпочитает лишний раз не рисковать, чтобы, не дай бог, не подставиться. Делает для победы в раунде ровно столько, сколько необходимо. И вести свою шахматную игру Фултон может бесконечно долго, выманивая своих соперников на среднюю дистанцию, где начинает весьма своевременно их встречать, уходя от них опять же на дальнюю дистанцию и повторяя свои финты снова и снова. И если в своей работе фигура более подвержен эмоциям, то у Фултон кажется полностью таковых лишен. Так что нас ожидает весьма эмоциональный бой, где Брэндон будет работать в основном первым номером, стараясь запереть Фултона у канатов и разбить его своими ударами. А вот удастся ему это или нет, покажет сам поединок. Впрочем, как и то удастся ли Стивену уходить и уйти наконец-то от прессинга Брэндона. Бой, скорее всего, пройдет полную дистанцию и результат, который сможет удовлетворить все стороны ничья с последующим матчем-реваншем. В остальном, точнее, шансы на победу Брэндона Фигуэро, на наш взгляд, куда больше, нежели у Стивена Фултона. Впрочем, опыта и класса Фултона может оказаться достаточно, чтобы победить Фигуэро. Так что четкого прогноза мы не дадим, но скажем, что поставим на победу Брэндона. А вот Эдди Хирн с гордостью и по-другому не сказать, представит свой вечер бокса с главным поединком, где Теофима Лопес проведет обязательную защиту своих титулов чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super и WBA в легком весе против претендента по версии Международной боксерской федерации Джорджа Камбососа. Как вы понимаете, нет смысла рассказывать о тех перипетиях, через которые прошли Лопес и Камбосос в ожидании их поединка. Шесть переносов боя, судебное разбирательство и провал стриминговой платформы Триллер, потерявший более 12 миллионов долларов. И, наконец-то, отказ Триллера от этого поединка и переход организации такового в руки Эдди Хирна, который и сделал этот бой реальностью. Мы станем свидетелями боя, в котором класс боксера и его взвешенность, а я сейчас говорю о Теофиме Лопесе, будет противопоставлено бешеной и малоконтролируемой ярости Джорджа Камбососа. Лопеса можно оценить по его поединку против Василия Ломаченко, умеющего прессинговать, работать с дистанцией, где Лопес мог доставать Ломаченко и оставаться недостижимым для ударов Василия. Попадать и подхватывать атаки. В поединке против Ломаченко Лопес показал вершину своего класса и взлезть на эту вершину очень сложно. Возможно, ты поднимешься в своем классе еще выше, одолев новую вершину, или же тебе придется начать падение в бездну. Так что, что покажет Лопес, покажет только его поединок. А вот можно предположить, что Камбосос, как и в поединке против Ли Селби, будет куда более агрессивным в своем желании вести бой плотно и держать Лопеса под своими ударами. В надежде быстро попасть по Лопесу и быстро добить его. Сложно, но вполне возможно. Для этого Камбососу потребуется неимоверная физическая и функциональная составляющая, которые, собственно говоря, помогут ему атаковать волнами, пока в этих волнах Лопес и не захлебнется. Джордж должен работать плотно по корпусу, поскольку именно это должно остановить Лопеса. Охота Камбососа за головой ничего не даст. Необходимо сначала пробить в корпус, остановить и затем размажить Теофима голову. Это звучит так легко, но сделать это будет, ой, как сложно. И если Камбосос не смог снести со своей линии Ли Селби, то сможет ли он это сделать с Лопесом? Теофима куда круче на ногах и ударах так, что после прохождения всех дистанций из ринга победителем выйдет, на наш взгляд, Теофима Лопес. А Джордж Камбосос уедет в Австралию, где и будет рассказывать своим детям и внукам о том, как он проиграл в одном из самых важных боев в своей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова